всем привет вы на моем канале о вязании сегодня хочу показать вам две свои последние посылки которые я получила буквально вчера и сразу вам скажу что это не покупки первая посылка большая которую буду сейчас вам показывать я с нее начну это будет подарок от замечательной девушки илзе илза у нас живет в латвии илза решила расхламиться и поделилась со мной своими запасами тонкого хлопка я думаю что не для кого не секрет что люблю вязать крючком и особенно какие-то ажурные то не ажурные узоры из тоненькой пряжи и поэтому у меня теперь есть много хлопка который мне подарила илза ссылочку на канал илза я вам обязательно в инфобоксе оставлю ну и давайте приступим собственно к самой посылки в общем то здесь было по моему 29 мотков пряжи в этой посылке посылка вес вес весело больше двух килограмм и нести ее прям было совсем даже неудобно она была довольно объемная здесь все хлопок все что сегодня покажу это все стопроцентный хлопок поэтому я не буду на этом останавливаться первая пряжа которую я вам показываю это такая вот тоненькая пряжа называется она аида в общем то мне кажется что что-то на слуху но я не помню возможно у нас есть какая-то похожая пряжа или когда-то была или может быть когда-то я из нее вязала но в общем сейчас я вспомнить этого точно не могу здесь на 50 грамм 400 метров она очень тоненькая то есть на 100 грамм соответственно 800 и вот она реально очень тоненькая и и вязать на единички это потолок у меня таких четыре моточка соответственно 200 грамм персикового такого нежного да и еще 200 грамм такого цвета кремового тоже та же самая пряжа здесь цвет 1012 хотя вряд ли это кому-то пригодится вот но и в общем то здесь цвет 926 тоже ее 200 грамм моточки все целое совершенно новое я так понимаю что написано что сделано в венгрии может быть я не сильно не сильно в языках но в общем то это первые восемь моточков так следующее что было в этой посылке это была пряжа которого было довольно много я здесь две именно два моточка распаковала все остальное просто покажу в количестве вот такая пряжа я если честно вообще первый раз слышу что то такое и скорее всего я неправильно прочитаю название папа но вот эльдорадо в общем то я думаю с этим все понятно это тоже написано в венгрии наверное это по заказу германии как-то так белый хлопок очень тонкий на 100 грамм здесь 570 метров и вот это такая же пряжа и только здесь на 50 грамм двести восемьдесят пять метров вот таких у меня маленьких моточков 3 а вот таких больших у меня аж 7 и вот здесь еще 1 2 3 4 5 6 7 и три таких у меня получается 850 грамм белого тонкого хлопка это ли этого с лихвой хватит на какие-то очень красивые платья которые я просто обожаю вязать и еще хотела рассказать вам что я заметила в общем так вчера когда я снимал это видео я не обратила внимание на эту вещь я подумала что юза так бережно упаковывала что запаковала каждый моточек в отдельные пакеты но немножко разобравшись я поняла что это все же оригинальная упаковка и смотрите умеют же если захотят до обычный пакетик причем он с хорошим таким квадратным но то есть плоское дно сюда прекрасно входит мотор пряжи не хочу порвать этикетку вот он сюда становится и потом за вот эту ниточку просто пакетик закрываете упаковали все пряжа ваша не вымажется пакеты очень плотная кстати и такие же пакеты на больших бобинках и знаете что довольно удобно смотрите ниточку достал до начал вязать саму бобинку закрывом ниточка отсюда выходит и ты вяжешь и клубочек у тебя не мажется вот к белому хлопку я отношусь но очень вообще вот с дикой любовью обожаю тонкий белый хлопок мне кажется я из него вязать могу всегда так дальше в этой же посылке была еще пряжа того же производителя тоже бобинки по 50 грамм этикеточка где-то просто отвалилась она есть и она точно такая же с таким же метражом только здесь у нас такой ярко-оранжевый цвет вроде бы он правильно передается на камере он такая эти лисичка такая вот очень красивый цвет таких у меня три моточка соответственно 150 грамм и есть еще вот такой расцветки это же пряжа вот она этикетка от вот этого матка и и у меня опять это секционная пряжа она переходит из белого в желтый потом в оранжевый и в красный и я заметил что там такие очень быстрые переходы то есть она буквально за сантиметр-полтора переходит резко в другой цвет это и у меня значит 250 в принципе если что-то большое вязать то вот эти две пряжи легко можно скомпоновать потому что здесь оранжевый и оранжевый здесь они совершенно одинаковые следующая пряжа которая лежала в этой посылке это была пряжа от ян арт канарес называется здесь у меня четыре моточка они в очень шуршащих пакетах прям такие которые шелестят максимально громко как только можно поэтому я один достала тоненькая тоже ниточка 20 грамм сто двести три метра извиняюсь и если честно меня удивило то что у них это продается в латвии в таких пакетиках запечатанных то есть каждый пакетик каждая бобинка в своем индивидуальном пакетике у нас такой не продается у нас все это валом скопом эти матки будут размотанные раскатанные в общем ужасно намного ужаснее наверное может быть к нам оно такое приходит вот и еще что у меня больше всего удивило в этой посылке это то что здесь лежало три моточка пряжи от пнк имени кирова и это российская пряжа это у нас маг здесь у нас по 50 грамм и здесь по моему по по 25 грамм это вообще советские еще смотрите 21 копейка наверное здесь написано в общем то две красненькие маленькие и 1 беленькая мне кажется что именно из этой пряжи я в детстве вязала постоянно салфетки то есть мне папа постоянно покупал вот эту пряжу походу как-то она мне так вот ностальгией повеяла вот в принципе очень я довольна смотрите мне в подарок пришло 100 200 300 400 500 600 700 800 50 900 кило 100 200 300 400 500 600 где-то кило больше чем кило 700 чистого стопроцентного хлопка супер-пупер это классно потому что как раз у нас уже скоро заканчиваться будет зима я надеюсь она не будет в этом году очень затяжной и в принципе обычно в такое время я уже начинаю потихоньку готовится к весне следом к лету и у меня уже было в принципе в планах начинает закупаться именно летней пряжей так это была одна посылка на вы оценили я надеюсь ее масштабы так и вторая посылка это у меня упакованная я даже не распаковывала эту пряжу и есть еще у меня 5 мотков без упаковочки это у нас пряжа альпина ране тоже стопроцентными сиризованных лопок 50 грамм 105 метров очень такая толстоватая пряжа пришла на мне из москвы заказала мне девушка из москвы платье оскара так что ближайшее время буду повторять платье так я скорее всего буду по этому платью снимать ежедневные отчеты для того чтобы как-то себя простимулировать и связать его намного быстрее чем я связала предыдущее зеленое платье и вот кстати да еще хотел сказать что если смотреть вспоминать пряжу шарм из которого я вязала то зеленое платье то вот эта ниточка намного более скрученная то есть она тут такой довольно хорошей скрутки если ищете толстых лопок то я думаю что вам очень даже она подойдет и знаете я наверное сниму обзор на эту пряжу потому что в принципе эта пряжа она для меня новая я не видела альпина у нас в беларуси вообще нигде никакой ни хлопка ни шерсти я даже если честно не знаю их ассортимента поэтому это для меня новая пряжа и мне будет очень интересно с ней поработать и на платье мне вот девушка прислала 15 моточков это 750 грамм судя по прошлому платью она в принципе почти вся должна уйти возможно останется буквально пол моточка потому что девушка попросила сделать ей горловинку поглубже и как раз эти пол моточка мы с вами пустим на образец и того в общей сложности мне пришло почти два с половиной килограмма хлопка чистого и и столика белого что я просто даже не знаю счастья моему не было предела я вчера когда шла с почты я напевала песенку jingle bells причем в голос люди немножко на меня посматривали конечно не очень хорошо мне если честно было глубоко плевать на то что думают они люди вот так выглядит моя посылка выше камеру я к сожалению поднять не могу думаю что в ближайшее время я свою хомячую нору пополнять не буду потому что если честно я уже не знаю куда мне эту пряжу сложить мне нужно придумывать какое-то новое уголок в квартире потому что там где я храню свою пряжу сейчас там место закончилось и нужно будет какую-то красивую коробочку ящик прикупить именно для хлопка потому что я люблю когда хлопок лежит ровно красиво и просто идеально на этом у меня все спасибо вам большое за просмотр расскажите мне в комментариях что в последнее время приобрели вы и какую вы пряжу больше предпочитаете хлопок или все же полу шерсть шерсть ну и увидимся с вами в следующих видео пока пока а а а а а и и Продолжение следует...